Ситуация за последние даже полгода, и даже мы видим, вот последние месяцы после прихода нового американского президента, заметно напряглась. И, на мой взгляд, можно констатировать несколько таких вещей. Это условный термин уже, потому что, несмотря на ряд интеграционных моментов, связанных с общим гуманитарным русским языком, зоной свободной торговли, СНГ и другими, больше все-таки дезинтеграционных факторов, и можно скорее говорить о нескольких субрегионах, Южно-Кавказском, Центрально-Азиатском, Украинно-Молдавском, Прибалтийском, они все-таки серьезно отличаются друг от друга. И вот, по крайней мере, западная часть того, что мы называем постсоветским пространством, это, безусловно, остается в приоритете американской внешней политики и в приоритете далеко, явно не в пророссийском направлении, не в пророссийском ключе. Это первое. Второе, это то, что не надо преувеличивать связь персональную, там, Волкера и Маккейна, то, что он из института Маккейна, но то, что в американской администрации, на мой взгляд, возобладали все-таки та линия, условно говоря, не условных националистов, условных, конечно, которые отодвинуты сейчас, а все-таки неоконсервативные подходы. И то, что, когда Порошенко, например, приезжал в Вашингтон, тут все считали, что сколько он там, 15 минут он с ним встретился или 30 минут, а на самом деле с Трампом, а на самом деле же гораздо более важно, сколько времени и что обсуждалось на встречах с Мэттисом, что обсуждалось на встречах с госсекретарем, да, вот же, что важно. И мы видим, что вокруг президента там сложилась такая, по определенным вопросам, которые волнуют Россию, неконсервативный консенсус. Поэтому от того, что, кстати, Волкер будет специально заниматься вопросом Донбасса, да, в общем, это, так сказать, впервые, да, Нулан занимался, но там не было, а здесь вот выделен специальный вопрос Донбасса, вот, поэтому это тоже довольно тенденция тревожная. И более того, мне представляется, что даже вне зависимости от того, как будет складываться внутриполитическая ситуация в Украине, мы видим, что там оппозиционный блок уже обратился, да, с петицией к американским представителям, что у нас там нарушаются права СМИ и так далее, то есть все апеллируют к американским представителям. Да, плюс-минус, но даже если гипотетически предположить, что какие-то другие силы придут к власти в Украине, да, условно говоря, системные, да, парламентские там и так далее, то общий вектор вписанности Украины вот в этот западный формат, условно говоря, в натовский формат, он все равно не изменится. Поэтому надежда на то, что Украина выйдет из-под влияния Запада или Запад, условный Запад, да, Запад сдаст, условно говоря, да, Украину и будет договариваться на условиях ее нейтралитета или внеблокового статуса или маста. Об этом же и шли разговоры, так называемой финляндизации, как возможности договоренности выхода из кризиса. Об этом, конечно, пока, по крайней мере, стоит забыть. Вот. Третье – это то, что действительно перед нами стоят очень серьезные вызовы на постсоветском пространстве с точки зрения формулирования своей политики. И когда Алексей Владимирович справедливо говорит о определенных заградительных военных вещах, да, это в национальном плане обороны, это, конечно, надо делать. Но очень важно и то, как мы будем выстраивать отношения с нашими постсоветскими партнерами. Вот. И здесь, конечно, надо сказать, что тот тренд, который в постсоветское время сложился о том, что элиты этих государств ищут поддержку во внешних акторах зачастую, да, чтобы уравновесить влияние России, он сохраняется. Даже у наших партнеров, таких традиционных, например, по Евразийскому экономическому союзу, как, например, Казахстан, зачастую некоторые политические инициативы России вызывают вопросы. Вот. Да и некоторые их инициативы внутри страны, да, у нас могут вызывать вопросы. Вот. Поэтому тоже НАТО, несмотря на то, что Армения является стратегическим союзником, недавно был визит и были переговоры и в Армении, там на другом уровне, конечно, но все равно эта тема сотрудничества НАТО все время пробрасывается с этими государствами. Поэтому в этом плане, конечно, необходимо нашу постсоветскую политику не только выводить на более приоритетный уровень, естественно, но и вот четко осознавать эти вызовы, которые идут изнутри этих самих государств, а не только со стороны Запада, как внешние вызовы. Продолжение следует...